Механизм преступного поведения. Структура причин отдельного преступления. Для того, чтобы понять, каким образом человек становится преступником, необходимо проанализировать сложную цепочку причинно-следственных зависимостей, которые в криминологии именуют структурой причин отдельного преступления. Рассмотрим, какие ступени преодолевает человек на пути к преступлению. Первой ступенью, первым этапом криминализации является формирование у человека отрицательных качеств личности. Эти качества иногда называют криминогенными, то есть рождающими преступления. Под влиянием определенных неблагоприятных условий жизни у человека складываются негативные впечатления, взгляды, оценки. Подчас они бывают весьма неустойчивы, гибкие подаются изменению с той же легкостью, с какой гончар меняет форму необожженного глиняного сосуда. Второй этап – приобретение криминогенными качествами устойчивости. Под влиянием новых негативных воздействий или при длительном многократном воздействии тех же отрицательных обстоятельств криминогенные качества приобретают устойчивость. Иногда этому способствует благоприятный опыт их использования, личный или опосредованный. Например, человек не уверен, что можно совершить преступление и остаться безнаказанным. Он колеблется, переживает состояние борьбы мотивов. Но вот ему становится известно, что его знакомые совершают кражи и остаются безнаказанными. Он решается и тоже безнаказанность. Через определенное время у него крепнет уверенность. Да, деяния, запрещенные законом, можно совершить и остаться безнаказанным. Все эти факторы, которые мы зовем условиями устойчивости, превращают неустойчивые взгляды, мнения, впечатления в устойчивые антисоциальные убеждения, привычки, стереотипы поведения, установки. Причем, если мотивационная сила, способность влиять на поведение у неустойчивых качеств так мала, что без постороннего толчка они не способны обусловить преступление, то устойчивые криминогенные качества, напротив, имеют очень большую мотивационную силу и способны обусловить выбор преступного поведения вопреки антикриминогенным объективным обстоятельствам. Далее. Факторы, формирующие мотив преступного поведения и обусловливающие принятие решения о совершении преступления. Человек так устроен, что всегда стремится выбрать наиболее экономичные способы поведения. В свою очередь, нормальное общество стремится сделать противоправное поведение неэкономичным или, по крайней мере, менее экономичным, чем правомерное. Это достигается двумя путями. Во-первых, созданием возможностей для нормального и даже привлекательного образа жизни в рамках правомерного поведения. Во-вторых, установлением моральных и правовых запретов, а соответственно угрозой наказания. Кроме того, государство принимает всевозможные меры, делающие посягательства на охраняемые законом объекты весьма трудоемким, а порой опасным для жизни, здоровья, охраны, решетки, сигнализации, патрулирования и т.д. Соответственно, идут два следующих этапа. Это соприкосновение с обстоятельствами, затрудняющими правомерное поведение и обстоятельствами, облегчающими противоправное. Попав в ситуацию, когда достичь своих целей затруднительно, человек принимает решение о совершении преступления. У него формируется мотив преступного поведения. Этот процесс у преступников различных типов проходит по-разному. Степень легкости, с которой человек решается совершить преступление, зависит от наличия у него криминогенных качеств, а также от того, насколько устойчивы эти криминогенные качества. В значительной мере длительность процесса принятия решения зависит от обстоятельств, в которых оказался человек. В отдельных случаях они не позволяют размышлять. Кроме того, этот процесс зависит во многом от интеллектуальных способностей лица, от умения предвидеть отдаленные последствия поступков, видеть на несколько ходов вперед. Большинство преступников такими умениями не обладают, да и привычка надеяться на авось не стимулирует у них желание заглядывать в отдаленное будущее. По данным наших исследований, процесс принятия решения обычно занимает минуты, реже часы, крайне редко дни или недели. Так что процесс взвешивания за и против, сопоставление положительного, что можно приобрести в результате преступления и отрицательных последствий, обычно происходит весьма скоротечно. Нередко на неосознанном уровне или смутно осознаваемом. Реальный преступник оказался несколько иным, чем его представляли в XIX веке теоретики классической школы уголовного права Бентом и Фейербах. Приняв решение совершить преступление, человек может и не реализовать его при отсутствии необходимых условий. Например, работники полиции, задержав хулигана, могут предотвратить насильственное преступление, а запоры сигнализации помешают совершить хищение. Начавшееся преступление может быть пресечено. То, что человек имеет возможность довести преступление до конца, результат неэффективного функционирования системы пресечения преступлений. Все, что влияет на принятие решения о совершении преступления, является причинами преступного поведения. То, что способствует реализации решения достижению преступного результата условия преступления. Анализ структуры причин отдельного преступления позволяет сделать следующие выводы. Первое. Различные явления социальной жизни лишь постольку могут быть причинами преступности, поскольку выступают причинами формирования криминогенных качеств личности, факторами их устойчивости, обстоятельствами, затрудняющими правомерное поведение, условиями, делающими возможным преступное поведение, в том числе облегчающими достижение преступного результата, обстоятельствами, препятствующими эффективному функционированию системы пресечения преступлений. Второе. Чем ближе к истокам преступного поведения, тем значительнее роль объективных факторов, условий жизни, обстоятельствам нравственного формирования личности. На последних этапах формирования преступного поведения возможен один из трех вариантов соотношения личности и объективных условий. Первое. Личность оказывается чрезмерно зависимой от неблагоприятных внешних обстоятельств. Второе. Роль личности и внешних обстоятельств равнозначна. Третье. Личность, независимо от внешних обстоятельств, она играет главную, а подчас и единственную роль в генезисе преступления. Сама создает условия преступной деятельности. Каждый из элементов структуры причин отдельного преступления является объектом предупредительного воздействия. Если из этой структуры удалить хоть один элемент, то преступления не будет. Отсюда вытекают задачи предупреждения преступлений. Изменять объективные условия жизни людей, чтобы предупредить образование криминогенных качеств и обретение ими устойчивости. Препятствовать формированию мотива преступного поведения и реализации его в преступлении. Исправлять негативные качества личности. Криминальная мотивация. Мотивация – достаточно многозначный психологический термин. Некоторые ученые понимают под ним совокупность мотивов поведения или мотивировку. Наиболее корректно представляется трактовка мотивации Лунеевым, как внутренний процесс возникновения, формирования и осуществления преступного поведения. Мотивация преступного поведения включает следующие элементы – потребность, мотив, цель, выбор путей, способов ее достижения, вероятностное прогнозирование, принятие решения, контроль и коррекция поведения, анализ совершенного, раскаяние или выбор защитного мотива. Мотив преступного поведения – внутреннее побуждение к общественно опасному действию. Мотивационная сфера личности – совокупность потенциальных побуждений человека. Принятие решения о совершении преступления – свидетельство либо наличию человека криминальной готовности, либо начала ее формирования. Готовность к совершению преступления как элемент криминальной мотивации. Готовность к совершению преступления – это такое состояние субъекта, при котором он, в любой момент, как только поступит пусковой импульс, может начать противоправную деятельность. Готовность к умышленному преступлению. Криминальная готовность складывается из ряда составляющих – интеллектуальной, психологической, нравственной, профессиональной, физической, материальной, организационной. Готовность к совершению неосторожных преступлений – феномен достаточно специфический. Применительно к неосторожным преступлениям речь может идти лишь о готовности нарушить правила безопасности. Ее составляющими оказывается преступная небрежность или самонадеянность. Здесь речь может идти не о криминальной, а об антисоциальной готовности. Все составляющие готовности к деятельности очень тесно связаны между собой. Одни элементы готовности формируют другие. Например, интеллектуальная готовность инициирует профессиональную, материальную, организационную подготовку. Профессиональная и организационная готовность являются условиями для психологической готовности. Отсутствие нравственной готовности может нейтрализовать все иные составляющие. Процесс формирования готовности не имеет определенной последовательности. Он может начаться с интеллектуальной оценки сложившейся ситуации и предстоящей деятельности. Потребность в преступном результате в отдельных случаях ведет к нравственным переменам. Может быть и наоборот. Изменение нравственных принципов заставляет задуматься об изменении образа жизни и источников существования. Профессиональная готовность и доступность преступного результата. Оценка вероятности наказания как очень низкой могут как бы деформировать психическое пространство личности. Интеллектуальные и нравственные фазы подготовки ужимаются, оказываются настолько малы, что ими можно пренебречь. В соответствии с рассмотренными закономерностями можно выделить виды готовности к преступлению. Готовность, возникшая в ситуации материальной нужды, ущемленного самолюбия, неудовлетворенности иных потребностей, одним словом, острой психологической напряженности, своеобразное превышение пределов крайней необходимости. Готовность, возникшая в ситуации безнаказанности, доступности и легкости преступного способа удовлетворения потребностей, когда преступный способ эффективнее, экономичнее и законного. Готовность, возникшая до обострения потребностей. Первый вид готовности можно назвать вынужденной, второй – ситуативной, третий – стратегической. Последний вид готовности, обусловливающий выбор криминальной стратегии жизни, представляет наибольшую общественную опасность. По степени широты и универсальности криминальной готовности можно также провести классификацию на несколько видов. Готовность к любому преступлению, универсальная готовность. Готовность к преступлениям определенного типа, корыстным, насильственным и т.д. Основа преступной специализации. Единичная готовность лишь к конкретному преступлению в определенных обстоятельствах. Для выработки оптимального механизма воздействия на преступность огромное значение имеет анализ феномена устойчивости, криминальной готовности. Готовность к той или иной деятельности, как сложное явление, имеющее субъективный и объективный характер, может иметь различную степень устойчивости. Она может длиться несколько мгновений и разрушиться под воздействием самой личности или внешних обстоятельств. В отдельных случаях готовность оказывается настолько устойчивой, что лишь физическое уничтожение ее носителя или его надежная изоляция могут нейтрализовать движущую силу преступления. Соответственно, можно выделить два вида готовности – устойчивую и неустойчивую. По степени устойчивости также можно провести классификацию готовности на практически неподдающуюся разрушению сверхустойчивой, трудно разрушимую средний уровень устойчивости, доступную разрушению, низкий уровень устойчивости. Характер криминальной готовности очень важно исследовать в коде предварительного расследования и судебного разбирательства. Эти данные являются базой для назначения обоснованного наказания за совершение преступления. Сведения о характере криминальной готовности целесообразно передавать в пенитациарные учреждения для учета в работе с осужденными. Методика выявления причин и условий преступления. Под методикой выявления причин и условий преступления обычно понимают некий алгоритм, определенную последовательность действий, выполнив которые человек сможет получить информацию по следующим вопросам. Первое. Какие криминогенные качества личности обусловили определенное преступление или правонарушение, либо могут привести к преступлению? Второе. Каковы причины их образования? Третье. Каковы условия их устойчивости? Четвертое. Какие обстоятельства затрудняют правомерное поведение? Пятое. Какие обстоятельства делают возможным совершение преступления, в том числе препятствуют его пресечению? Рассматриваемая методика показывает, во-первых, какую информацию надо добыть для криминологического анализа, во-вторых, как это сделать. Второй аспект методики охватывает методы изучения личности, методы изучения условий ее формирования, методы изучения условий жизни. Изучать причины условия преступления можно в двух аспектах. Первое. Ретроспективно. Анализ причин уже совершенного преступления. Второе. Перспективно. В целях прогноза, какие негативные обстоятельства могут привести к преступлению. Исследование причин и условий преступления предшествует выдвижение соответствующих гипотез, версий. Для этого необходимо знать типичные причины условия преступлений. Один из вариантов типичных, наиболее распространенных криминогенных обстоятельств оказывается реальной причиной или условием конкретного преступления. Изучение причин и условий преступления на предварительном следствии. Причины и условия преступления наряду с личностью преступника являются элементами предмета доказывания по уголовному делу. Соответственно, данные о личности обвиняемого в причинах и условиях совершенного им преступления должны быть не просто исследованы, но соответствующим образом закреплены и доказаны. Изучению личности причин преступления, как правило, предшествует планирование. В плане расследования по уголовному делу один из разделов должен быть посвящен именно этим вопросам. Как правило, в плане следствия это последний раздел. Общий план расследования детализируется в планах проведения отдельных следственных действий. В этих планах также целесообразно отражать вопросы анализа личности преступника причин преступления. Если необходимость изучения этих вопросов заранее учитывается, то выяснение их обычно не составляет труда и не занимает много времени. Следователь должен четко уяснить, что от того, насколько полно и объективно им будет изучена личность преступника, во многом зависит то, насколько объективный правосудный приговор вынесет суд. Некоторые вопросы в ходе судебного заседания выяснить будет гораздо сложнее, а в отдельных случаях и невозможно. Исследование причин и условий преступления и разработка адекватных мер реагирования на них с тем, чтобы предотвратить аналогичные преступления в будущем, имеет не меньшую общественную значимость, чем розыск преступника при влечении его к уголовной ответственности. А в отдельных случаях эффект этих мер в плане разрушающего воздействия на преступность даже выше, чем эффект осуждения человека, совершившего преступление. Поэтому совершенно неправильно рассматривать указанную деятельность как малозначительный аспект расследования, относиться к ней как к никому не нужной обременительной формальности. Перечислить все вопросы, которые необходимо задать обвиняемому, чтобы вскрыть причины и условия преступления, невозможно. Многое здесь зависит от конкретных обстоятельств уголовного дела. Основой для формулирования вопросов является рассмотренный выше алгоритм. Следователь должен обращать внимание на поведение обвиняемого до и после допроса. В отдельных случаях мимика, реплики, жесты могут раскрыть ту или иную сторону его личности. Они могут подсказать, о чем следует спросить человека в ходе допроса, чтобы зафиксировать в протоколе соответствующую информацию. Допрос потерпевшего – важный источник информации о механизме совершения преступления. Иногда сам процесс совершения преступления раскрывает личность человека более выпукло и ярко, нежели какая-либо иная информация о нем. Имело ли место проявление жестокости, цинизма в момент совершения преступления? Что говорил обвиняемый в тот момент, как вел себя с точностью до деталей и так далее? Например, в ходе одного из допросов потерпевший рассказал, что он просил избивавшего его преступника не наносить удары в живот, так как ему недавно сделали операцию. Услышав об этом, преступник специально нанес в то место, где, по словам потерпевшего, был операционный шов – несколько ударов ногой. С точки зрения квалификации эта деталь могла показаться малозначительной, а для правильного назначения наказания этот аспект является крайне важным. Допрос свидетелей может быть посвящен выяснению тех же вопросов, о которых мы упоминали применительно к обвиняемому и потерпевшему. В зависимости от того, какой информацией владеет свидетель. Очень важно выяснять детали, как относился к людям, был ли он порядочным или непорядочным, и в чем это выражалось, пользовался ли авторитетом и почему. Свидетелям можно попросить рассказать о каких-либо эпизодах на его усмотрение, которые могли бы ярко охарактеризовать личность обвиняемого. Очевидцам преступления следует задать те же вопросы, что и потерпевшему, о поведении обвиняемого в момент совершения преступления. Родителям, родственникам и учителям целесообразно задать вопросы о том, как рос и развивался обвиняемый, будучи ребенком и подростком, не отмечалось ли у него аномалий психики, не было ли странностей в поведении. При возникновении сомнений в психической полноценности в обязательном порядке назначать судебно-психиатрическую экспертизу. Личность преступника. Данные о причинах и условиях преступления могут быть исследованы и в ходе иных следственных действий. Очная ставка, следственный эксперимент, обыск и так далее. В ходе этих следственных действий важно иметь установку на выявление соответствующей информации. При таком подходе очень велика вероятность, что такая возможность представится. Имея установку на изучение личности обвиняемого и следование причины условий преступления, следователь получит ценнейшую криминологическую информацию, которая при адекватной реализации ее может способствовать эффективному разрушающему воздействию на преступность. Изучение причины условий преступления в суде. Изучение личности подсудимого и следование причины условий преступления в суде является важнейшей предпосылкой уяснения сущности совершенного преступления, его скрытых и явных мотивов, без чего невозможно правильно принять решение по уголовному делу вынести справедливый приговор. Задача судьи облегчается в случае, если личность обвиняемого была достаточно полно изучена в ходе предварительного следствия. Если следователям были вскрыты причины условия преступления, внесены соответствующие представления и принятые на меры. К сожалению, это имеет место не всегда. Более того, суд в любом случае должен принять меры к более углубленному выяснению указанных обстоятельств, поскольку именно за ним оказывается решающее слово. Допрос подсудимого, потерпевших и свидетелей в суде может быть проведен по той же схеме, что и на следствии. Конечно, следователю проще установить доверительное отношение с обвиняемым и свидетелями и получить ценную информацию по интересующим нам вопросам. Он располагает и определенными возможностями неформального общения. У него больше возможностей визуально наблюдать за обвиняемым. Да и само общение обвиняемого и следователя по времени занимает гораздо больше времени, чем жестко формализованный контакт подсудимого и членов суда в ходе судебного заседания. Все это требует от судьи высокого мастерства для того, чтобы в сложных условиях формализованной судебной процедуры взыскать, вскрыть с достаточной полнотой причины условия преступления и следовать личность подсудимого. Многое здесь зависит от настойчивости судьи, от умения правильно спланировать судебное следствие, от его требовательности к полноте исследования обстоятельств по уголовному делу. Умение глубоко исследовать данные вопросы в достаточно жестких рамках судебной процедуры – настоящее искусство. Этим искусством должен овладеть каждый, кто претендует на то, чтобы быть настоящим судьей. В случае, если ту или иную информацию о личности подсудимого в причинах и условиях совершенного преступления невозможно получить в ходе судебного заседания, например, необходимо установить и разыскать тех или иных свидетелей, расследовать дополнительные обстоятельства преступного деяния или новые эпизоды преступной деятельности, установленные судом, уголовное дело может быть возвращено для проведения дополнительного расследования.